Всем привет! В эфире канал УТС Мировые Новости в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд расскажу вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. И вот что мы подготовили для вас сегодня. В Турции на границе Сирии произошло мощное землетрясение. Магнитуда в эпицентре превысила 7,5 баллов. Число жертв идет на десятки. Сотни домов разрушены. Это удивительный самолет. И наблюдать вместе со всеми собравшимися, как улетает последний Boeing 747, просто замечательно. Последний самолет одной из самых популярных моделей Boeing улетел к своим заказчикам. Немного истории в программе Мировые Новости. Стала известна кличка самого старого пса. Португальский мастиф живет и здравствует. И шерсть не сыпется, и хвост не отваливается. В чем секрет долголетия питомца? Разрушительное землетрясение в Турции и страшная трагедия на железной дороге в Германии. Подробности прямо сейчас. 250 человек погибли и 2500 получили ранения в результате мощного землетрясения, произошедшего сегодня в юго-восточной части Турции, недалеко от границы Сирии. Магнитуда в эпицентре, согласно данным Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы Саран, составила 7,6. По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как уничтожающее. Как в свою очередь сообщает агентство Анадолу, землетрясение разрушило десятки жилых и коммерческих домов. Есть сведения о разрушениях в соседних районах. Так, в провинции Османии не меньше пяти человек погибли, обрушились 34 здания. В провинции Шанлы-Урфа рыхнули 16 домов, погибли 15 и пострадали 30 человек. Еще 6 человек погибли в провинции Дияр-Пакыр, а 79 жителей получили ранения. В Молоте погибли 23 человека, травмированы 420. А в соседней Сирии погибли 42 человека и 200 пострадали. В Германии произошла настоящая трагедия. Под колесами товарняка погиб ребенок, еще один пострадал. Состав протащил ребят несколько сотен метров. Причины произошедшего установлены. Трагедия на западе Германии. Двое детей, по всей видимости, попали под товарный поезд. Инцидент произошел в городе Реклинхаузен в земле Северной Рейн-Вестфали. На место вызвали полицию. Она обследовала железнодорожные пути, задействовав дроны. Один ребенок погиб, второго отправили в больницу с серьезными травмами. На место также прибыл региональный министр внутренних дел. «Невозможно быть спокойным в таком случае. Ужасно думать, что ничего не можешь сделать, кроме как сказать мудрые слова. Дети и поезд, и в таком юном возрасте – это настоящий ужас. Остается только надеяться, что у родителей хватит сил пережить это великое несчастье. Есть много людей, готовых им помочь. И, естественно, наши мысли с ребенком, который в больнице. Верим, что все будет хорошо». Как сообщают местные СМИ, товарный состав протащил детей несколько сотен метров. Инцидент произошел возле бывшего товарного депо. Пол и точный возраст детей пока не сообщают. Как они оказались на путях, также еще предстоит выяснить. На минувшей неделе в США отмечали День сурка. Грызун, которого наверняка прокляли жители южных штатов, увидел свою тень и предсказал тем самым еще шесть недель зимы. А зиме только и надо, чтобы превратить жизнь американцев в ад и хаос. В итоге снег, морозы и обрывы электропроводов. Вот с чем вошли в новую рабочую неделю в Техасе и близлежащих районах. Техас и некоторые другие регионы на юге США пытаются справиться с последствиями зимнего шторма. Непогода принесла ледяные дожди, мокрый снег и обледенение, что привело к массовым отключениям электроэнергии и опасному гололеду на дорогах. Покрытые льдом ветки деревьев ломались и падали на землю, блокируя дороги и угрожая водителям. Кроме того, слой льда местами толщиной больше сантиметра повалил линии электропередачи. В итоге более 450 тысяч домов и предприятий в Техасе, Арканзасе, Миссисипи и Теннессе в четверг остались без света. За последние несколько дней гололед на дорогах стал причиной гибели восьми человек. Из-за этого чиновники по всему региону призвали автомобилистов максимально воздержаться от поездок. «Я занимаюсь перевозками. Собирался сегодня поехать заработать немного денег. Но увидев пару машин на мостах, застрявших из-за гололеда, решил, что в этот раз лучше буду без заработка». Холод и ледяные бури пришли в регион после того, как знаменитый сурок Фил в четверг увидел свою тень в день сурка. Американцы верят, это признак того, что в Северной Америке ожидается ещё шесть недель морозной погоды. Между тем, на северо-востоке США рекордные заморозки. Метеорологи предупреждают о сильных порывах ветра на территориях от Северной Пенсильвании до штата Мэн. В Государственном парке Маунт Вашингтон в Нью-Гэмшире ожидают рекордных морозов до минус 46 градусов по Цельсию и ветер больше 160 километров в час. При этом сильные морозы не принесут обильного снега. Это будет облегчением для севера штата Нью-Йорк, где в конце декабря намело небывалые сугробы. Один из самых популярных авиалайнеров в компании Boeing, модель 747, больше никогда не будут производить. Последний экземпляр легендарного воздушного судна улетел к новым владельцам. История самолёта в материале наших коллег. Последний Boeing 747 сошёл с конвейера в американском Эверите. В истории он навсегда останется культовым авиалайнером. Его величали и королевой небес, и просто гигантским самолётом. В прошлом веке он стал первым в мире дальнемагистральным двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским авиалайнером. Первый полёт Boeing 747 совершил в феврале 1969-го, а в 1970-м его начала эксплуатировать компания Pan American. Целых 36 лет он был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским самолётом в мире. В 2005-м первенство перешло к Airbus A380. Тем не менее, Boeing 747 – один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолётов. За полвека производства с конвейера сошли 1572 авиалайнера разных модификаций. Но теперь спрос на такие самолёты упал, поскольку Boeing и Airbus разработали более экономичные двухмоторные широкофюзеляжные авиалайнеры. В июле 2020 года компания Boeing заявила, что прекратит выпускать эту модель. К тому времени на заводе в Эверите собирали только шесть таких авиалайнеров за год. При этом в 90-х на пике производства выпускали 70 самолётов в год. Последний Boeing 747 построили для американской грузовой авиакомпании Atlas Air. Его выпустили 6 декабря прошлого года, а сейчас он отправляется к своему владельцу. Некоторые поклонники культового самолёта совершили многочасовое путешествие, чтобы приехать сюда и проводить 747-й. «Это удивительный самолёт. И наблюдать вместе со всеми собравшимися, как улетает последний Boeing 747, просто замечательно». Boeing 747 также стал одним из самых знаковых самолётов в истории кино. Он появляется в 300 фильмах, включая «Крепкий орешек-2». Между тем, на заводе в Эверите продолжает выпускать Boeing 767 и 777. А вот 15 пассажирам авиарейсии Сальвадора в Бразилию полетать не удалось. На борту самолёта произошла массовая и, что удивительно, женская драка. Как сообщают телеграм-каналы, женщины устроили потасовку, били друг друга и срывали одежду после скандала, разгоревшегося между двумя семьями. Поводом стала просьба одной из пассажирок поменяться местами из-за своего ребёнка. Когда сидевшая рядом женщина отказалась, просительница начала драку. Стюардессы пытались их разнять, но сами попали под горячую руку. В итоге всех разъярённых женщин сняли с рейса и вывели из самолёта. Околовоздушная и больше культурная тематика продолжает выпуск в Китае. Прошёл фестиваль воздушных фонарей. Обычно больше тысячи лет он зародился в Поднебесной в X веке. Тогда в городах развешивали множество фонарей разных форм и размеров, устраивали фейерверки и театрализованные представления. Праздник завершал встречу китайского Нового года. Особенным в этот день был стол. Изготавливали блюда из клейкого риса со сладкой начинкой и с цукатами. В основе традиции по вере, согласно которому душу умерших предков в Новый год спускаются на землю, чтобы отметить праздник со своими близкими и родными. А в праздник фонарей они возвращаются обратно и миллионы фонариков освещают им путь. И напоследок стала известна кличка самой старой собаки на планете. Зовут животное Бобби. 1 февраля четвероногому исполнилось 30 лет и 266 дней. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Собака – чистокровный представитель породы португальский мастиф. В среднем такие собаки живут от 12 до 14 лет. Секрет долголетия конкретной особи, по словам хозяина пса, в спокойной жизни вдали от больших городов и домашним питанием. Но на этом все еще больше интересных новостей в телеграм-канале нашей программы. Адреса и ссылки на ваших экранах. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин